В этом видео поговорим про кредитную альфа-карту и какие тайны и загадки она в себе хранит, а конкретнее нас интересует ее льготный период, который составляет аж целый год, а также расскажем, как этот же год не платить за обслуживание карты, так что присаживайтесь поудобнее и смотрите видео внимательно, чтобы не упустить важную информацию. Льготный период на год без процентов от банка – это, по сути, шанс пользоваться кредитной картой без дополнительных расходов в течение первого года. Сразу после получения карты у есть 30 дней, чтобы совершать покупки без взимания процентов – это касается всех покупок в течение года. Но важно помнить, что нужно регулярно погашать минимальный платеж, который может быть от 0 до 10% от задолженности, но не менее 300 рублей. Вы будете получать уведомления об этой сумме каждый месяц и должны оплатить ее в течение 20 дней – это предложение может быть полезным для тех, кто планирует крупные покупки, не хочет платить проценты или оформлять рассрочку. Однако важно следить за своевременным внесением минимального платежа, чтобы избежать штрафов. Проценты по кредитной карте Альфа-банка зависят от нескольких факторов. В льготный период, который длится 365 дней, проценты равны 0%. При задержке платежей минимальная ставка при обычных покупках составляет 14%, но за снятие наличных взимается комиссия до 3,9% плюс 390 рублей, и наличные не подпадают под льготный период. Льготный период без процентов предоставляется на покупки в течение 365 дней, это означает, что первые 30 дней после получения карты процентов нет, и этот период продлевается до года. Таким образом, можно делать крупные покупки и погашать их в течение года без процентов. Не забывайте вносить минимальный платеж ежемесячно, от 0 до 10% от суммы долга, но не менее 300 рублей. Возможно отсрочить минимальный платеж, но его все равно придется оплатить, условия могут меняться, поэтому рекомендуется связаться с Альфа-банком для точной информации о процентах и льготных периодах. Оформить заявку на карту очень просто, переходим по официальной ссылке в описании или же в закрепленном комментарии, заполняем простую анкету для регистрации и ждем одобрения. Карту выпустят вам полностью бесплатно и доставят к дому вам ее тоже бесплатно, в любое удобное вам время. Но что же нужно для одобрения, давайте разбираться далее. В банке вам предлагают кредит с лимитом до 500 тысяч рублей, если вам нужно до 150 тысяч рублей, нужен только паспорт, за сумму от 150 тысяч 1 до 200 тысяч рублей потребуется еще один документ, такой как водительское удостоверение или СНИЛС. Можно использовать заграничный паспорт для частых поездок за границу, при запросе свыше 200 тысяч рублей нужно предоставить справку о доходах, условия различаются в разных банках, лучше уточнить в конкретном банке. После одобрения лимита банк может увеличить его, основываясь на вашей активности, основные требования, быть старше 18 лет, но в некоторых банках возраст может быть 21 или 23 года, нужен стабильный доход от 5000 рублей. Без справок о доходах и суммы до 200 тысяч рублей даже самозанятые могут получить кредитный лимит, если у вас уже есть счета в банке, вероятность одобрения выше, а что, если у вас нет официальной работы. Получение кредитной карты может быть сложным, особенно если у вас нет официального трудоустройства, но есть несколько хитростей, которые могут помочь в этой ситуации. Одна из таких хитростей, указать предыдущее место работы в заявке, это может сработать, если у вас была работа раньше, но вы сейчас безработны. Для банка это создаст видимость стабильности в вашем опыте работы и увеличит шансы на одобрение кредитной карты, однако стоит помнить, что это не рекомендация, а просто опыт другого человека. Как закрыть долг в другом банке с помощью кредитной карты Альфа-банка? Для этого свяжитесь с горячей линией или службой поддержки через мобильное приложение и попросите о помощи в переводе для погашения долга в другом банке. Использование предоставленного варианта рекомендуется избежать комиссий за самостоятельный перевод, учтите, что льготный период не распространяется на эту операцию, но обращение за помощью дает 100 дней льготного периода. Важно закрыть кредитную карту в банке, где вы ее открыли, чтобы сохранить льготный период. Эта карта считается одной из самых выгодных на рынке, но ее условия могут быть немного сложными. Важно уточнить все детали в службе поддержки банка, они помогут вам сделать карту удобной и бесплатной. Обратите внимание, что при заказе карты по официальной ссылке в описании под видео, на сайте банка проще всего выбрать кредитный лимит до 150 тысяч рублей. Вам не потребуются лишние документы, кроме паспорта, лимит можно будет увеличить позже, также отказ от страховок и смс-информирование при получении карты может быть выгодным. Следите за условиями годового обслуживания, потому что в первый год карту можно использовать бесплатно, далее банк, возможно, согласится отменить комиссию, чтобы удержать вас. А также хочу напомнить, что оформляя данную карту по ссылке в описании или же в закрепленном комментарии, вы получаете такие плюшки, как годовое бесплатное обслуживание, кэшбэк до 100% в барабане супер кэшбэка, 5% в трех категориях и 1% еще в одной. Ну что же, а на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.